Всем шалом! У нас в преддверии Роша Шана, хотя мы в это время обычно учимся с вами к Ниму Веселатый Шарим, но так как девятнадцатая глава она очень длинная, у нас сейчас были небольшие каникулы, сейчас будет там пару уроков, потом Роша Шана, праздники, перерыв, целый месяц почти и так В общем, я подумал, что мы не будем пока это изучать, и после каникулы уже начнем изучать 19-ую главу, продолжим, и Веселатый Шарим, чтобы был какой-то рецепт, как сказать, такой, ну, последовательность была какая-то, не перерывая, поэтому сегодня поговорим немножко про Роша Шана, на что называется, как запутать сатана, да, русское слово сатан, сатана, сатана, украденное христианством у нас понятие, и превратили из этого понятия, черт знает что, превратили сатана в черта, и так далее, да, и, кстати, многие понятия, много чего у нас у христианства украло, и одна из вещей, наши понятия в духовности, например, Святой Дух, да, это наше понятие Роха Кодыш, там говорят, свят, 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 да, это наши источники говорят про Всевышнего, три вида души, Кодош, 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 там, и так далее, в общем, и это понятие сатан, сатана они у нас украли, мы, кстати, пытаемся разобраться немножко, о чем идет речь, как это связано с Роша Шана, посмотрите наш первый источник, в Илландский планудр, разделе Роша Шана, 16-й столице, говорит Раби Цхак, да, почему трубим, сидя и стоя, да, есть разные виды трубления, сегодня у нас нет храма, и в Роша Шана мы трубим, да, по Торе, в принципе, достаточно одного голоса, и сегодня мы сомневаемся, что это за голос, мы были две тысячи лет в изгнании, много, мы там не сидели, учили Тору, спокойно, сбили, насиловали, уничтожали, запрещали Тору, гонения были и так далее, сжигали наши книги, в общем, есть определенные сомнения, которые возникли в иудаизме, понятно, что это не вопрос, там, не знаю, там, трубить Шафар, не трубить Шафар, да, это не сомнение, это мы знаем, что нужно трубить Шафар, и в нюансах, в деталях возник вопрос, какой голос трубления именно считается по Торе, да, есть три возможности, есть длинный голос называется Ткияту, есть голос при вывести боли, за это шварим, ту-ту-ту, да, есть голос, называется Труа, ту-ту-ту-ту-ту-ту, да, и это мы с разными в письменном тексте, и поэтому мы, за сомнение, трубим много раз, интересно, мы еще в этом поговорим, что в Росши Шана, на самом деле, в оригинале, да, было трубление и в трубы, в Шафар, и жена подчеркивает, говорит, что митцва, главная митцва трубления в Росши Шана, это именно в Шафар, поэтому трубы укорачивали свое трубление, а Шафар продлевал свой голос, да, мы еще немножко о ней поговорим, тем не менее, мы, за сомнение, трубим 3 голоса, да, и трубим это несколько раз, в общей сложности получается 3 порции по 30, это 90, еще добавляем 10 голосов, вместе получается 100, и эти трубления разделены в молитве на определенные этапы, да, может быть, мы еще об этом поговорим в другой раз, и, в общем, там есть трубления, где, в принципе, да, сидя стоят разные этапы в молитве, тем не менее, в общем, из-за сомнения, мы трубим 100 раз, да, и столько много раз, и спрашивают Роблицкак, почему трубим сидя стоят, то есть вместе столько много раз, и в разных вариациях, и так далее, да, и ответ, чтобы запутать сатана, мы пытаемся немножко понять, что это за такой сатан, что он хочет, и как его запутать, да, возможно ли это, нужно ли это делать вообще, и так далее, первая вещь, которую нужно знать, помнить, что часто люди ошибаются, и думают, что судный день это Йом-Кипур, да, поэтому не знаю, почему во всех русскоязычных источниках война Йом-Кипура переведена как война Судного дня, но Кипур, Кипури в наеврите, это искупление, копора, судный же день, да, есть тут источники, можно взять, в первом столе, Лезер, можешь я ему тоже передать, судный же день это Роша-Шана, да, Роша-Шана будет создана дам, Броша-Шана судит за человек, судит за весь мир, да, и в этот день, в день сюда, в суде есть прокурор, приговорщик, который приговаривает человека, народ Израиля, все человечество, и это Сатан, но приходит прокурор, приговаривает нас к смерти Броша-Шана, кто же такой Сатан, и в чем его предназначение, сначала, как все понять, потом поймем, как бы, да, что с ним делать, и передачем начинаем изучать какое-то понятие, вы должны поискать вторик, где это слово, либо не всегда само слово, глагол упоминается первый раз, да, зачастую это дает представление, да, о значении, сути, посмотрите наш второй источник, это книга Мамедвар, 22 глава, 22 пасух, это глава Белама, Балака, да, там сказали про Балака, царя Муава, который нанял Белама, прокурор народов мира, который решил все свои силы, которые получил Всевышний, направить во зло, в колдовство, в туму, да, и он, да, из всего огромного добра, который есть в мире, но был очень важный талант увидеть, где же есть недостатки, где же есть зло, да, и даже в управлении Всевышнего этим миром, хотя Всевышний добро для всех, да, и насыщает всех, оживляет всех, и так далее, дает им пропитание существованием, тем не менее он находит и в божественном управлении ту микросекунду какую-то, да, в которой, как бы, есть негодование Всевышнего по отношению к этому миру, может, к народу Израиля, он умеет это видеть, да, он из-за всего этого великого добра, это он видит, да, поэтому мы должны учиться здесь не быть Беламами, да, Мишна в Киркевод говорит, что три вещи отделяют учеников Авраама Вину от учеников Белама, то есть ученики имеют в виду последовательность, качество, да, говорит Мишна одна из вещей Айн Тува, у потомков, у учеников Авраама Вину есть Айн Тува, хороший взгляд, он видит добро, видит позитив, понятно, что есть и недостатки, негативы, просто что главное, да, там, ты приехал в Израиль, да, и вот, и все время недоволен, там, и тем, и другим, да, или ты видишь, что, да, много есть добра, много вещей, есть недостатки, их нужно исправить, ты видишь другого человека, да, у него есть недостатки, вопрос, что для тебя главное, так вот ученики Авраама Вину говорят, Мишна в Киркевод, они, у них есть Айн Тува, а ученики Белама Раша, у них есть Айн Ра, они умеют видеть зло, не просто его видеть, а сделать из него главное, как бы, все, вот, посмотри, вот, ты видишь, этот человек, там, не встал на молитву, все, он, им нет права существования, все, там, и так далее, да, все остальное добро, которое человек делает, да, у него очень много вещей в этом мире, и так далее, много добра, иногда мы к себе так относимся, в преддверии Росши Шаны, мы делаем ЧУ, и так далее, да, иногда мы про себя так смотрим, да, человек делает много вещей, но в итоге он с собой недоволен, нужно обращать внимание только на недостатки, только на него какие-то неуспехи, промашки и так далее, в секунду, столько вещей было хороших, где я сделал, но какие, что я сделал, в секунду, сегодня воду пил, пил, человек сказал, сказал, это же хорошая вещь, ээ, слышите, ээ, ты благословил, почему это ээ, это замечательная вещь, да, благословил Всевышнего, сделал добро, и так далее, да, почему это ээ, Сказал товарищу шалом. Мы не обращаем внимания на много добра. Не всегда добро, оно такое радикальное, не всегда каждый день прыгает на гранату, спасает друзей по спецназу, прыгает на гранату с собой и так далее. Иногда добро, зачастую, оно очень такое тривиальное, не пышное. В новостях особо не расскажешь. Человек помог товарищу, вступил ему в очереди. В этом новостях не скажешь. Если кто-то кого-то толкнул и занял его место в очереди, об этом скажут в новостях. Об этом сразу сфотографируют в телефон, отправят в WhatsApp, во всем сетям, паутинам и все будут только об этом говорить. То, что в этот день было тысячу человек, которые вступили в свое место в очереди к другому человеку, сделали добро, поэтому никто не будет говорить. Это значит, чтобы один в очереди кто-то пролез, все это снимут, отправят, все будет достаточно. Все религиозные, они такие, там, все там, плюются, там, я знаю, там, на женщин, там. Есть вот один сумасшедший, который был, да, то, что есть сотни тысяч религиозных, которые почитают женщину, уважающим. Намного разговоры с женой, там, с матерью, с дочкой, там, и так далее, много были уважительные, да, и тонкие, и так далее. Об этом никто не говорит, да, знаете, чтобы один сумасшедший, там, где-нибудь в автобусе плюнул, там, на что-нибудь, и сказал какую-то фразу, все, все такие, это Билам. Да, секунду, был сначала лайк, потом. Да, тут написано Лесатэн или Лесатэн? Секунду, секунду, мы еще не дошли, сейчас дойдем. Да, Лиза, да, Лиза, сейчас все зависим. Китур, интересно, что именно у этого Билама встречается это слово Сатан. Посмотрите на второй источник, книга Бамедбар. В итоге этот Билам идет проклятать народа Израиля, да, он едет на своем осле, со слицы, и Всевышний ему по дороге мешает. Да, посмотрите, написано, и восполагал мне Всевышнего на то, что он, что идет он, этот Билам, да, проклятать народа Израиля. И стал ангел, Господень на пути преткновения, написано слово Лесатэн. Преткновение, дословно Лесатэн, это помешать, помеха, да, помешать, сбивать с пути и так далее, да, помеха, это слово Сатан, да, то есть корень слова Сатан, глагола Лесатэн, это сбивать, то есть помешал ему ангел, вот ему Биламу продвинуться в пути, и ему, а он ехал на ослецы свои, два отрока с ним, и потом там рассказывается тоже, что ослецы боялся этого ангела, который пришел помешать, Лесатэн, и она въехала там в стену, в заборы, и повредила ему там колено, и он там начал ее бить, да, в итоге, когда он бил эту ослецу, то теперь говорит с ним этот ангел, продолжает, и говорит, и сказал ему ангел Всевышний, за что ты бил ослецу твою уже три раза, ведь я выступил преткновением, снова написано в Торе, Лесатэн, преградой, да, она видела меня, и она меня убоялась, поэтому она не пошла, начала в стороны бросаться, и так далее, ты слепой не видишь, да, ибо порыве сбыл путь наперекор мне, то есть мы видим слово, глагол Лесатэн, это мешать, препятствовать, посмотрите, следующий источник, третий, Раши, говорит, да, объясняет это слово Лесатэн, преткновением препятствуем ему, этому Биламу было, это был ангел милосердия, этот Сатан был ангел милосердия, ибо он, этот Сатан назван ангелом Всевышнего, то есть посланцев всемилостивого, и он Всевышний хотел удержать его, этого Билама от греха, чтобы он не согрешит и не погибнет, поэтому послал ангела, который ему мешает дойти к Балаку, да, преградой стал на пути, в данном случае этот Сатан, это позитивный ангел, там он милосердие, Всевышний милостивится с ним и прегражает, то есть, посмотрите, следующий, сразу же, точный, четвертый, что слово ангел, наиболее слово Малах, да, и на современном языке Малах это шалих, посланник, то есть в Торе всегда, когда посылают посланника, называют их Вейшлах Малахим, да, ангел Раши пишет, когда Яков послал этих Малахим, посланников, Кесаба, вот написано Малахим, Раши там, по-моему, приводит, да, есть те, кто говорят ангелов, есть те, кто говорят посланников, да, и так далее, и много раз в Торе в Танахе упоминает слово Малах, как посланник, шалих, то есть посланник Всевышнего, либо человека, называется Малах, в данном случае это был ангел, ангел это определенная сила, которую Всевышний посылает, то есть могут быть разные силы, силы физические, силы духовные и так далее, допустим, там ангел, отвечающий за излечение, то есть сила излечения называется Рафаэль, да, там, не знаю, там, и так далее, и, поэтому силу притяжения можно назвать Ньютонэн, да, и так далее, и, в шутку, поэтому здесь мы видим, что Всевышний посылает этого ангела, Малаха, помещать этому Беламу дойти до своей цели, в данном случае это благие милосердие, то есть мы уже видим, что здесь это понятие используется, да, это не, там, сатан, казалось бы, да, а преграды определенные, иногда это может быть позитивным преградом, то есть если я останавливаю тебя от преступления, то я позитивный сатан, а если я останавливаю тебя от исполнения заповедей, то я отрицательный сатан, вопрос, какое мое предназначение, какая моя сила? Что вообще значит сатан? Мы сейчас пока разобрали слово еще, не понятие сатана, пока слово, глагол, это преграда, да, теперь мы сейчас пытаемся, в данном случае, уйдем пример, да, что этот глагол, он может, или эта сила, то есть сатан преграждать, она может быть позитивной, либо отрицательной, иногда она удерживает тебя от добра, а иногда удерживает тебя от зла, теперь, поговорим теперь о самом понятии сатан немножко, да, в идолопоклонических культах, да, в христианстве и так далее, то принято давать различным силам, духовным, физическим, персонафикацию, да, то есть сила получает, как бы, становится личностью, она как бы сама по себе, она личность, да, и она там функционирует, там, что-то делает, там, уничтожает, разрушает, помогает, богословляет, там, воюет и так далее, да, и так, и так есть разные силы в мире, и каждая сила в идолопоклоническом взгляде на мир получает свою персонафикацию, становится богом, поэтому, там, сила, там, дождя, сила полнородия, там, сила, там, я не знаю, там, физическая сила, такая-сякая, они, они будут силами, соответственно, боги воюют друг с другом, если понять, война богов, да, там, и так далее, то есть, от чего это исходит, да, что они не могут себе в своем велопоклоническом взгляде представить, как, как разные вещи, да, противоречащие могут выйти из одного источника, и тяжело это представить, вещи противореча друг другу, например, свет и тьма, добро и зло, да, как это, если есть две разные правдящие силы, наверное, у них есть два разных источника, они вышли из двух разных, как бы, да, две разные силы, понятно, что они противоречат воюют другом и так далее, то есть, это называется взгляд идолопоклонческий на мир, то есть, не видеть единство, да, и тогда, соответственно, человек ищет себе какой-то успех в этом мире, учитывает себя маленьким, жалким, беспомощным, но стоит против сил природы, сильные, мощные и так далее, да, и силы духовные в том числе, да, и он хочет найти себе какую-то подмогу в этом мире, какую-то опору, да, успех, и он ищет какую-то силу там и так далее, как пример, да, там в пустыне, да, народ Израиль делает золотого тельца, да, то есть, бык это сила такая, да, это по-народи, это сила, это мощь, да, и человек таким образом себя как бы чувствует, что это его, он с этой силой связывается, она его подбадривает, да, из успеха, то есть, получает персонификацию, поэтому народов мира, силы зла получают персонификацию, да, такую самостоятельную, ну, самостоятельную функцию, такую личность, да, и, соответственно, есть война, то есть, скажем, в христианстве, там, не знаю, есть борьба, там, не знаю, там, Бога, сатаны, там, и так далее, да, вопрос или, поэтому силы зла получают свою самостоятельную, как бы, значение, они, там, воюют с Богом, понятно, и есть война Бог, да, и, там, этот мир был дьявола, этот мир Бога, там, и так далее, что Тора говорит по этому поводу, лявдит, да, мы не сравниваем, но мы учим Тору, да, это наша главная идея, Тора говорит, есть много сил, есть разные силы, есть противоречившие силы, но у всех сил есть свой единый источник, все силы выходят из единого источника, они им сотворены, они управляются этим источником, они не противоречат, по сути, желанию Всевышнего, хотя внешне, да, это будет противоречие, как будто внешняя борьба, сейчас поговорим об этом, тем не менее, по сути, они не противоречат, наоборот, они служат для исполнения его желания, они им созданы, то есть, нет силы, которая, по сути, воюет с Богом, противоречит Богу, то есть, нет силы, которая, по сути, воюет за Всевышнего, да, и это понятие, что Сатан воюет с Богом, и так далее, это не еврейское понятие, христианские все понятия, да, мы немножко поговорим сейчас о этих значениях немножко зла в этом эсперте, потом с Сатаном поговорим, да, и Всевышний создал мир в определенном совершенстве, с другой стороны, мир должен продвинуться к своему более совершенному этапу, это процесс, который мы должны пройти, в этом процессе есть разные силы, которые требуются, то, что мы воспринимаем что-то там позитивное, либо негативное, не всегда верно, что это так, к примеру, ребенок иногда, да, когда ему там что-то не разрешают, да, это он воспринимает негативно, там, ты меня не любишь, да, наоборот, папа из-за того, что его очень любит, не готов дать ему съесть там 25-ю конфету уже за последние 15 секунд, да, это, но ребенок в состоянии воспринять то добро, которое перед ним стоит, для него это проявляется как зло, да, есть такие элементы, то есть иногда наше отношение к вещам неверное, это не на самом деле зло, да, иногда действительно есть зло, мы сейчас поговорим еще про это, еще один пример, да, я вспомнил, в другом месте проводил урок, да, когда мы были все маленькими, то нас часто пугали, что вызовут нас в милиционеру, да, там, придет милиционер, я вызову милиционера, было такое, да, там, участок, там, тебя отведут, там, и так, осень, родители, бабушки, дедушки, когда чувствовали свою беспомощность против энергичного ребенка, да, то они доставали джокера, да, и говорили милиционер, да, что милиционер за что-то плохое, может быть, сегодняшний, есть страны, в которых милиционер за что-то плохое, действительно, дьявол такой, сатан, может быть, да, в форме, бывают такие вещи, но по сути, да, по сути, кто такой милиционер, да, он тот, кто результет закон, должен, по крайней мере, да, в идеале, не что-то такое отрицательное, да, должно быть, на самом-то деле, только ребенок, да, этого боится, да, и когда человек едет в машине, вдруг видит заднее зеркало, он видит спокойно, можно ехать 90, он видит 80, и не занимается телефоном, слушает музыку, там, ведет машину, вдруг видит заднее зеркало, да, видит, видит полиция дорожная за ним, за ним просто идет, он сразу, да, проверил еще раз, еще раз ремень проверил, точно, он сбросил до 70, хоть 90 можно, там, ну, в общем, да, человек боится, да, там, и так далее, но это не что-то плохое здесь находится, я помню, как-то меня остановил полицейский, в общем, была возможность там увернуться от штрафа, в итоге там была очень какая-то ситуация, он решил скостить свой штраф, там, с 500 шекелей на 250, я ему говорю, нет, нет, давай мне 500 шекелей штрафа, он говорит, смотри, как ненормальный, ты же, ты же, то, что делаешь, да, ты, я там, совершил там, какой-то там, не знаю, там, ехал быстрее, я не помню, что там было, а то ли перешел с одной, как сказать, по-русски это, не-не, с одного, из-за того, есть три, допустим, линии, да, на другую там, и там, вообще там, кинул, я там, что-то такое произошло, там, не знаю, там, задавил кого-то, да, ну, за это он там стоял в кустах, поймал меня, баруха шел, да, и все, я ему, я ему, и он мне решил в итоге там, почему это сделал, и в итоге решил там, увидишь, человек, как бы, нормальный, как бы, нет, там, сумасшедший, как-нибудь там, подросток, который там гоняет, и все, да, ну, бывают ошибки, да, и он решил там спасти, там, с 500 шекелей до 250, там, другую статью там, я говорю, нет, давай этот самый, как положено, ты же должен, ты же для меня это делаешь, чтобы я других не задавил, и чтобы я правильно ездил, себя, чтобы я берег и так далее, с ними дашь меньше штраф, то я подумаю, как бы, что я легко отделался, это меня, на меня меньше повлияет, а я хочу, чтобы меня это повлияло, и для этого даже меня остановил, поэтому, то есть я могу относиться к нему, да, если деньги, это главное в жизни, человек, а этот, пролицейский, он сатан, да, то, если можно от сатана убежать, то, блядь, но если ты относишься к пролицейскому, да, к чему-то позитивному, он, не там, русский гаишник какой-нибудь, да, там, он, он, он тебя заботится о безопасности движения, и чтобы я в ближайшие, там, полгода, год, не знаю, на сколько мне это хватит, да, ездил осторожно, то эти 500 шекелей очень важны, да, ощутимы для кармана, там, и так далее, да, и человек влияет, поэтому, это может быть сатан, это может быть милосердие, вопрос, как ты к этому относишься, то есть иногда наши отношения, оно влияет, да, к этому, тем не менее, когда Всевышний Сотворил мир, мир идет к своему совершенству, то в этом мире, для того, чтобы привести мир к совершенству, о котором у нас нет никакого представления, куда мы должны перейти, это большая загадка, что это совершенство, то есть у нас есть направления, намеки, настроения Тора и пророков, тем не менее, ощущения, картины этого совершенства у нас нет, и поэтому иногда мы вообще туда не идем, не стремимся, и нужны различные силы, которые помогают нам к этому прийти, заставляют нас к этому прийти, нет возможности к этому не прийти, да, и часть этих сил, они как бы отрицательные силы внешние, опять-таки, да, они по сути не отрицательные, но их поведение, отношение, по отношению к нам, оно выглядит отрицательно, как этот гаишник, да, пошел мне деньги забрать, или он пришел мне жизнь дать, в зависимости от человека, это будет либо сатан, либо англосердие, да, то есть что я хочу сказать, что зло, оно не будет, зло, по сути, оно зло только иногда в проявлении, да, зло только иногда по отношению к нам, да, но в итоге, по сути, оно тоже ведет к добру, только иногда не очень приятным способом, да, иногда человек, чтобы его выздороветь, нужно сделать ему операцию, это не очень приятная вещь, лучше бы витамины ел, там, конфетки такие, да, и было бы, спортом лучше занимался, но если нет, нужна операция, да, то есть приходит этот врач, и этого ребенка сейчас, там, будет ему операцию, там, вырывать ему зуб, например, и он, для него этот врач, это сатана, в халате, с щипцами такими, да, но на самом деле это англосердие, потому что если он его другу не вырвет, то у него это будет воспаление, знает, там, все на свете и так далее, вырвет ему все зубы, да, поэтому первая вещь, да, сатан, у него нет никакой персонафикации, силы зла, они самостоятельно, они с Богом не воюют, они под его управлением, контролем Всевышний их создал, поэтому посмотрите в наш четвертый, пятый источник, мы каждое утро говорим, в принципе, этот тревог, сейчас скажу где, пророк Ищаев говорит на имени Всевышнего, то есть Всевышний говорит через пророка, я, Бог, создаю свет и творю тьму, в противоположности, свет, добро, тьма, зло и так далее, делаю мир в шаломе, творю зло, я, Господь, вешаю все это, мы говорим эту фразу в утренней молитве, седу, мне кто может быстро дать, неважно даже какой, любовь, не, 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 мы начинаем, не, не, мы начинаем, не, не, может эта идея еще отражается где-то, но конкретно этот поступок мы говорим, если только одно слово изменили, мудрецы, мы говорим, после барху, шмай, утреннее благословение, шахари, да, перед шмай стоять, начинается барху, кадиш, после сухьеды земра есть барху, да, и там, сразу после барху мы начинаем говорить молитву, что мы там говорим, о барху, да, всевечный царь этого мира, ио цер ор, создающий свет, у бархоши, и творю тьму, осе шалом, о, в бархе такой, молитве сказано, бархе такой, создаю все, но не влите написано в пророчестве, творю зло, мудрецы не хотели, чтобы в молитве поднимали слово зло, поэтому в этот поступок изменили слово зло на слово все, все имеется ввиду, включая зло, то есть в молитве, если нужно понять, в чем никак устроена молитва, и там по законам духовной молитвы не подобает, говорит слово зло, да, и поэтому мы только на него намекаем, на слово зло, тем не менее оригинал поступка, с которого взято начало этой молитвы, слово в слово, да, сказано, я строю свет, творю тьму, делаю шалом и творю зло, в молитве это заменение на слово гаколь, все, все имеется ввиду, включая зло, то есть это и снова, и вы потом идем, молитвы, говорим, здесь шма и сразу после этого, да, это благословение перед шма, и в шма мы говорим, что Всевышний, он един, не один в количестве, он на шоке на шем и хад, и хад это един, да, то есть включает в себя все, и противоречия, и все силы, нет силы в этом мире самостоятельной, да, зло, но не самостоятельная, сатан, мы сейчас с вами проявляем, он не самостоятельный, он один из сотрудников Всевышнего, есть разные должности, да, поэтому, да, первое, что мы должны понять, да, нет в мире сил, которые сами по себе, и они Богу по сути в чём-то противоречат, да, теперь поговорим немножко про самого этого сатана, да, что это такое, и с чем уйдя, да, можно сказать, в принципе, что есть, может быть, два аспекта зла в этом мире, есть зло, оно создано Всевышним как опция, то есть, чтобы предоставить нам свободу выбора между добром и злом, должна быть опция сделать зло и добро, понятно, что мы должны в оригинале, в идеале выбрать добро, иногда мы выбираем зло, иногда нам кажется, что добро это зло, зло это добро, да, и это зло создано как опция только, как возможность, мы не обязаны это выбирать, проблема, что иногда мы выбираем зло, и тогда зло начинает быть среди нас, укореняется, развивается, мы живём с этим, укрепляем это, это становится часть нашего мировоззрения, культуры, да, и в итоге мы там называем его Ецерара, там, и так далее, ну и человек не создан с Ецерара, как бы, как что-то по сути, да, это вещь, которая к нам прилипла, это вещь, которая к нам зашла, в идеале человек должен выбирать между добром и большим добром, не между добром и злом, да, то, что с грехом первого человека, Адама, зло как бы проникло в нас, опять-таки, в нас не по сути, ведь каждое утро начинаем с молитвы, душа, которую ты мне дал, она чиста, я, среди свободы выбора, привычками окружения впитал в себя элементы зла, но это как пятно на рубашке, да, которое можно вывести, стирать, там, нет рубашку, и так далее, это стоит времени, денег, там, трудности, да, но это не что-то по сути, и, то есть, получается, есть зло, которое стоит на всевышнем, оно зло, не по сути, оно, как опция свободы выбора, иногда это зло, заставляет нас проявить, исправиться и проявить большее добро, да, воюясь со злом, да, сопротивляясь злом, мы проявляем большее добро, так же, как наша система иммунная, да, она все время борется с там, с микробами и так далее, в нашей комнате находится много вирусов, микробов и так далее, да, и все время наш организм с ними борется, да, то есть, мир так устроит, это нас пробуждает, заставляет все время, как бы, да, совершенствоваться, бороться и так далее, но это не зло по сути, и, поэтому посмотрите в наш следующий источник, Мургонский Талмуд в разделе Баба Батра, шестой источник, сказал Рэш Лакиш, Рэш Лакиш, как известно, был бандитом, головой банды, был сильным человеком, да, и тогда сделал чеву, стал великим мудрецом, был хируртой раби Йоханнена, может быть, ему человеку, который сделал чеву и знает, что такое убийство, там, не знаю, грабеж и так далее, да, то он может сказать, что, он, Сатан, он, Ецарара, он, Малаха Мавы, да, то есть, он, Сатан, это Сатана, Ецарара, да, кстати, по-русски, когда говорят, Ецарара, это такое дурное начало, слово начало, у нас нет злого начала, а не начало, наше начало, это чистая душа, которую Всевышний нам дал, да, Ецарара, это сила, которая нас пытается сбить с пути, ангел, сила такая, Всевышнего, послание, нас пытается сбить с пути, чтобы дать нам свободу выбора, чтобы мы могли выбирать, проверяет нас, заставляет нас, да, мы должны выбрать добро, не пойти за злом и так далее, да, опция для свободы выбора, да, это опция опасная, потому что человек соблазняется, этим Ецарара идет за ним, в итоге может вообще погибнуть и так далее, тем не менее, да, не думаю, что верно приведет Ецарара дурное начало, у нас нет дурного начала, это христианство, есть такое понятие, человек рожден в грехе, во зле и так далее, нет, мы каждое утро начинаем с того, что Всевышний нам чистую душу, да, и поэтому здесь речь лакиш, что на самом деле это одна и та же сила, которая проявляется в разных ролях, иногда в должностях, иногда это Сатан, иногда это Ецарара, иногда это Малахамава, это ангел смерти и так далее, то есть о чем идет речь, да, Ецарара это сила, которая, посмотрите, седьмой источник, которая сбивает человека с правильного пути, соблазняет его, да, все время пытается, как бы, да, то есть, получается, я все время должен быть начеку, все время должен совершенствоваться, все время должен выбирать добро, то есть, по сути, глубоко эта сила, она не зло, как абсолют, а она предоставляет нам свободу выбора, она реально эта сила, то есть, да, она нас ставит, тянет нас козлу, только не во имя зла, а во время того, чтобы ты выбрал добро, проблема, что человек, который чувствует свои Ецарара, иногда идет вместе с ним, он не понимает, что это соблазн, данный ему для того, чтобы он не выбрал его, чтобы предоставить ему свободу выбора, да, и опасно, что он, когда это выбирает, то в итоге он идет, укрепляется в этом и так далее, то есть, да, это сила, которая сбивает человека с пути, вы, говорит, я решу, это же сила, она и сатан, с того, как она сбивает человека с пути, это сила, да, она и сатан, она его и приговаривает, он же и приговорщик, он же и прокурор, да, и эта же сила в итоге она Малахамавы, ангел смерти, так называемый, то есть, да, то, что уничтожает человека, да, его приговаривает, убивает, Малахамавы, Хама будет. У них есть разные, как сказать, должности. Представьте себе, что есть фабрика какая-нибудь в России, в Украине, где работают рабочие. Они любят выпить, как хорошо, не работают плохо, фальшивки делают, брака много выходит. Я последнюю неделю руководил внимание, что на русском связь между мужчиной и женщиной называется «брак». Хорошее дело, браком не назовут. Не знаю, откуда это пошло, но интересно, что так называется. Нужно это переименовать. Так вот, там эти рабочие, они брака много делают, и так далее. И директор фабрики, завода, чтобы весь лужик призывать какого-то проверяющего, который обращает внимание на всех недостатки, критикует за все, кого-то уволил, кого-то наказал, кого-то штрафовал, кого-то туда-сюда, в общем, за каждую мелочь и так далее. Понятно, что он для них сатана. Да, он для них сатана, приговорчик такой. Но что, по сути, он действительно зло? Нет, он пришел исправить вещи. Только люди привыкли настолько сами ко злу, к лентяйству и так далее, не к совершенству, что для них изменения они сами измениться не могут. Нужна внешняя сила, которая их заставляет. И они еще воспринимают эту силу как что-то плохое. Да, поэтому есть аспекты, да, этих сил, так называемых зла, которые, на самом деле, они не по сути такие нехорошие. Да, они пришли нас исправить. Есть вещи, которые мы сами люди создали, выбирая зло в поколениях. Да, мы действительно создаем его, действительно живет среди нас. Опять-таки, не как что-то вечное, постоянное. Мудрецы и Тора говорят, что в будущем зло исчезнет. Да, и даже, даже в животных не останется зла и так далее. Да, все будет исправлено. Мудрецы говорят, что в будущем Всевышний как бы зарезает Ецерара. То есть, приходит совершенство, что уже не нужен Ецерара. То есть, настолько мы хотим изменяться, совершенствоваться, стремиться к добру, что нам не нужна какая-то сила, которая нас испытывает, там, заставляет, подгоняет иногда. Да, и Ецераны перед смертью говорит Всевышний. Зачем же ты меня убиваешь? Ведь ты же меня создал. Говорит Медрашко, как бы, ты мне Всевышний. Он говорит, да, ты слишком сильно усердствовал, заигрался ты. То есть, наверное, мы слишком, да, то есть, мы не понимаем, что такое зло, да, и иногда думаем, что действительно это опция для нас. Why, там, ты знаешь, зачем столько времени работать? Пошел, украл. Живешь спокойно, здесь яхта, самолетом и так далее. То есть, человек настолько привык к злу, настолько неверный взгляд на жизнь, на труд, на работу, там, на честный заработок, вообще на отношения между людьми, настолько он не понимает вообще во имя чего есть деньги в мире, почему Всевышний умил таким образом и так далее, да, что в чем идея денег, да, и он думает, что деньги, они не самоцель, поэтому, да, они для него главное, поэтому думает, что если он украл, да, то это опция, то есть, человек думает, что добро, зло это добро, для него это возможность, и тогда ему нужна какой-нибудь, да, сила, которая заставит изменить свое мировоззрение, подстегнет его и так далее. Иногда зло мешает добру проявиться, оно мешает миру прийти к совершенству, оно мешает как бы Богу, да, привести мир к своей цели. Это не помеха по сути, за не что, как действительно кто-то здесь воюет за Богом, может ему помешать, да, но Всевышний создал эту силу с возможностью, действительно, учитывая нашу свободу выбора, действительно вещи задерживать. И это наше преступление, что мы своими поступками можем задерживать приход мира к совершенству, мы можем привести мир в дисбаланс, катаклизмом, духовным, физическим и так далее, можем привести мир к какому-то падению и так далее. Это не значит, что мир действительно придет козлу и этим все закончится. Нет, мир придет к совершенству, вопрос только как это будет, да, в этом мире и для этой цели Всевышний создал эти силы, то есть это не самостоятельные какие-то вещи, да, они в любом случае под кровью Всевышнего. Только есть зло, которое Всевышний создал, оно должно только быть опцией для нас. К сожалению, есть вещи, которые мы уже выбираем, эту опцию зла, выбором нашим, тогда это проникает в нашу жизнь и тогда становится уже да, если приводить такой пример, да, что у Адама, для него было ецерара, это было что-то внешнее, да, то есть это для него было как одежда, не часть его, да, есть возможность такая, да, но со временем Адама и с нашими же поколениями, да, зло стало как бы частью нас, опять-таки не глубоко, глубоко по сути, да, но на уровне нашей личности, да, для нас иногда зло это опция, да, когда человек неправильно растет, например, мы сказали, да, и он думает, что главный труд это позорная вещь, то он выберет легкий путь наживы, подумает, что быстрее и легче украсть там и так далее, да, ошибка. Будущий мир придется к ступени, что не нужно будет внешнего триггера, который бы нас заставлял, испытывал, и мы не будем выбирать, да, это зло как опцию, наш выбор будет между добром и еще большим добром, мы не будем выбирать между добром и зло, между добром и еще большим добром, и поэтому зло оно не абсолютно, не самостоятельно, и поэтому иногда зло это, если это яйца рада, то там предоставляется нам свободу выбора, зло как сатан, это какого-сила, которая нас приговаривает, то есть как бы заставляет нас совершенствоваться, показывает нам наши недостатки, приходит иногда, да, из-за этих недостатков, заставляет нас совершенствоваться, иногда совершенствует может быть и молитва человека, изменение его качества и так далее, да, и иногда зло приходит в виде малахамавы, это ангела смерти, то есть иногда, когда люди настолько путаются между добром и злом, и зла делают добро, то иногда нужна сила, которая проявляет зло, как бы в своем радикальном максимальном проявлении, то людям становится очень видно, что это зло, потому что иногда на маленьком уровне, в начальном этапе кажется, ну это такое, как бы нормально все, там наоборот даже хорошая идея, все люди равны, все пролетают, все стараются соединяйтесь, все так хорошо, дружба, праведство, радство, там все, все хорошо и так далее, но когда эта идея доходит до своего пика, погибают, уничтожаются миллионы людей, то все становится очевидно, что это зло, то есть опять-таки, это зло на луне малахамавы, да, смерти, которая в мир приходит, да, не как самостоятельное понятие, вот зло пришло в мир, да, это чтобы нам стало очевидно, что мы выбираем зло и думаем, что это добро, да, мы не умеем иногда определить, что зло это зло, да, там, скажем, там, многие вещи, так же, иначе, очень красиво, так и заманчиво, и все, в итоге несут смерть, не знаю, тоже христианство, да, и так далее, да, в итоге сколько крови было принято, крови там, не только что оно не смогло восстановить первую, там, вторую мировую войну, это культура, это религия, это, да, оно ее и родило, зло, да, и тем более по отношению к евреям, там, к холокосту и так далее, да, то есть, и после таких ситуаций очевидно, что это зло, то есть еще думать, что, да, там, и христиан здесь какое-то добро, он просто слепой человек, он просто не занимается историей, он не смотрит в историю, он не изучает, к чему это ведет, хотели в Иерусалиме сделать памятник, надеюсь, что эта идея это уже отменилась, там, фестиваль этих рыцарей, там, и так далее, рыцарь, например, конец, копьем, доспехи, блестя, там, Ричард, львинное сердце, там, и Макшмо, там, и так далее, да, там, все, все внешне звучит, ух, такая красивая идея, это были самые низшие из людей, эти рыцари, животные из животных, хамасники, насиловали, убивали, расчленяли людей, и так далее, что они делали с евреями, когда почитали в Иерусалиме, в том числе, и так далее, да, все, что сделал Хамас, они делали, один к одному, насиловали, сжигали, расчленяли, все, что делал Хамас, год назад, Симхат Турак, да, это все, эти рыцари, люди, люди неприятно помнят историю, они не знают историю, и так далее, они внешне, кажется, добро, как можно устроить им памятник в Иерусалиме, в этом городе, их вообще нужно сжечь всю их культуру, любой след, любое упоминание, все фильмы, где упоминаются всадники на коне, да, люди там, даже на личном уровне, когда им какое-то слово, там, они друг друга убивают, что нормальный, убивать человека за слово, там, и так далее, да, тем более, все зверство, которое делали, и так далее, да, придет в голову еще нам, тем более, народу Израиля, устанавливать им памятники, фестивали им делать, вообще, человечество должно вынести приговор, стереть это из лица земли, как в Ханке, у нас становится только память, да, что было такое зло, чтобы мы больше к этому не вернулись, там, и так далее, в каком случае, не как элемент культуры, не как элемент восхищения, какого-то, что мы это, как бы, ценим, там, и так далее, да, поэтому, к примеру, да, людям там, ой, там, рыцарь, то есть люди никогда не знают, что это зло, и думают, что это добро, да, поэтому иногда это зло должно проявиться в каком-то, в своем максимальном проявлении, к сожалению, из-за нас, опять-таки, да, чтобы оно было очевидно, что это зло, в общем, что мы говорим здесь, да, сатан, это не самостоятельная сила, это один из сотрудников в этом мире, созданных Всевышним, что, по сути, и он приближает мир к добру, только тем, что он реализует идею зла, да, как, не как самостоятельную идею, как что-то, что нас проверяет, заставляет иногда, иногда, врачи должен прийти в потрясение, да, мы не хотим продвигаться, мы не хотим меняться, иногда должно произойти имени какое-то зло, которое нас потрясает, но в итоге что происходит с этим? Вот это приводит нас к добру, мы делаем речеву, как человек, у которого, допустим, умер близкий родственник, да, там, многие, там, сфарадим в Израиле, да, после смерти родителей, там, все становятся религиозными, начнутся, берут шаббат, там, и так далее, да, сегодня война приходит, сколько людей начинают соблюдать, цицитам, да, в начале войны просили собрать цициты, не было цицитов, не надо было достать цицитов, все солдаты, религиозные, все хотели родить цициты, да, иногда приходит зло такое, мира, сатан такой, да, ангел смерти, это все одна сила, говорит Раби Йохан, Рашлакиш, да, только у него есть разные роли, и он нас пробуждает к добру, мы настолько не хотим добра, настолько заснули, настолько хотим продвигаться к совершенству, что нужно потрясти иногда чем-то, но это, это потому что зло в мире властвует, или потому что мы заспались, потому что мы заспались, заснули, как бы, да, мы нас интересуют, мы живем этим материальным миром и так далее, да, поэтому еврейский сатан, да, он же, он же смерти, да, это все на самом-то деле силы, которые требуются для исправления мира по сути, что иногда это проявляется в виде зла, и борьба с этим злом в итоге застраиваются привести к добру, борясь с Амасом, мы вспоминаем, кто есть еврей на самом деле, что есть добро на самом деле, что есть Бог на самом деле, к сожалению, если бы мы это делали сами, изучая наши книги, то, наверное, не нужно было бы этих вещей, но когда мы не хотим помнить, что мы евреи, мы думаем, что мы можем это сассимилировать, и сказать, государство светское, и без Бога, без традиций и так далее, все, что хотели, то в итоге есть те, кто напоминает, что кто мы есть на самом деле, но это из-за кого это все происходит, да, это из-за, это не потому, что в мире по сути есть дьявол, да, потому что, к сожалению, пришло время нас заставить проснуться, да, то есть на самом-то деле, в итоге, да, зло, оно приводит к добру, только что очень важная вещь, ни в коем случае нельзя решить такое решение, я совершаю зло, чтобы прийти к добру, это была ошибка, да, шаптай, цвим, ахшмой и так далее, эти псевдо-машиехов и так далее, да, чтобы уже была такая идея, да, что через добро прийти к совершенству, через зло прийти к совершенству, нет, нет, это не опция, да, Всевышний тебе это не поможет, это неправильно делать, когда в мире еще в мире происходит зло, да, то и Всевышний знает, когда и что он направляет для того, чтобы насынуть к добру, то это одна вещь, мы не можем принять этого решения, что я сейчас украду деньги, а потом сделаю чего, это будет еще лучше, чем я вы, это не может быть такое, да, и теперь такая вещь, мы разобрались немножко с этим сатаной, да, теперь попытаемся во успехе Роша Шана понять, что такое Роша Шана и Сатан Роша Шана, Роша Шана это судный день, то есть что такое судный день, да, это не только значит, что вытаскивают такие книжки, такие толстые, со всеми поступками, там, моими, вашими и так далее, и судят всех по отдельности, всех в общем, вытравданных, мы имеем ввиду судно еврите, иногда еще называются словом истина, иногда мы называем еще это словом совершенство, то есть день суда, это день совершенства, Роша Шана, всевышний открывает кулису той идеи того совершенства мира, ради которого мир создал, весь год это спрятано и брошено, всевышний открывает перед нами, как должен выглядеть мир на самом деле, какое его совершенство духовное, и с другой стороны, напротив этого, напротив зеркала ставится то, как мир выглядит сегодня, и есть игра такая, знаете, найдите 10 отличий, играли в такую игру, найдите 10 отличий, два рисунка, есть маленькие изменения, нужно найти 10 отличий, так и здесь, и вычин ставится с одной стороны, показывает нам совершенство мира, к чему мир должен прийти, с другой стороны, мы, то, как мы сегодня выглядим, стоит там сатан, и говорит, секунду, здесь 10 тысяч отличий, здесь 10 миллионов отличий, посмотрите, насколько тот мир, который сегодня существует, насколько он не похож на то, что должно быть на самом деле, посмотрите на каждого из нас в отдельности, я стою напротив, я кумера в совершенстве, и это суд, то есть очевидно, в чем разница, то есть сатанами, это разница между тем, кто я сегодня, и тем, кто я должен быть, в чем есть духовное совершенство, да, это называется, сатан как бы приговаривает нас, да, он говорит, посмотри на это, и это происходит на личном уровне, на уровне общественном, на уровне всечеловеческом происходит, Раман говорит в законах Чувы, да, что суд идет на личном уровне, на общественном уровне, на уровне государства, на уровне народа, да, на уровне всего человечества, это тут проходит, То есть, в каждой есть свое личное совершенство, наше как общество, наше как государство и наше как человечество. То есть, это судный день для встречи с совершенством. Есть Сатан, он говорит, посмотрите, насколько, говорит, человек и это общество, этот мир далек от совершенства. Нет у него шансов к существованию. Для чего он существует? Вообще не по пути. Да, он вообще к этому не идет. Это приговор Сатана. То есть, он целый год работал, чтобы нас соблазнить, чтобы нас сбить с пути. В итоге, он приходит, одевает шапку прокурора и говорит, ты посмотри, мир не идет к своей цели. Посмотри, где мир и где его совершенство. Видишь ту разницу? Потом, в этих людей нет шанса. То, все бы было хорошо, действительно, Сатан мог бы прийти к успеху своим прокурорством. Тем, что он утверждает, что я настоящий, это то, как я сегодня. Ты видишь, что это еврея? Он не стоит на молитву, говорит, что он на рай, не учится Торика, хожу и так далее. Видишь этот мир и так далее. То есть, он показывает нам мир сегодняшний, что это есть мир. Посмотри его совершенство мира. Посмотри, как он сегодня. У него нет шансов исправиться. Приходит народ Израиля. И говорит, секунду, секунду, секунду. У нас есть замоведь трубить шофар. Замоведь трубить шофар. В чем есть замоведь трубить шофара? В Рошана мы сказали две вещи. Есть трубы, говорит Мишна, и шофар. Трубы это искусственно созданный инструмент. Да, это уже наше влияние на мир. Наше изобретение, наше творчество и так далее. Наше вмешательство в том, как все вещества был мир. Но шофар это произведение природы. Произведение Всевышнего, так все вещества был мир. Всего лишь берем этот трогатый Айля этого, да, и только и трубим в него, да. То есть, мы не создаем здесь что-то новое. То есть, шофар намекает на наше духовное естество. На нашу духовную природу. То, как мы созданы в оригинале. Да, ведь главная митсва в Рошана, это трубить именно в шофар, а не в трубы. Поэтому, да, с помощью шофара мы должны пробудиться, да, и, да, вот здесь уходит голос, да, как бы, из глубины и приходит во внешний мир. То есть, что-то очень внутреннее, что-то очень естественное. Вспомни, кем ты создан. Вспомни, во имя чего ты создан. То есть, шофар пробуждает нас вспомнить, кто мы есть настоящие. Кто мы есть на самом деле. Мы вспоминаем, кто мы есть на самом деле, да. И кто есть на самом деле, это не то, как я сегодня выгляжу, а то, как меня Всевышний показывает в своем совершенстве. То есть, шофар, его идея пробудить меня, не остаться таким, как я сегодня, а выбрать стремиться к своему совершенству. Хотеть быть таким, каким я создан в своем идеале. То, во имя чего Всевышний меня создал. Идти к этому. И тогда я, и весь мир, и весь народ, да, мы выбираем Роша-Шана. Мы слушаем шофар. Это естественный голос, который пробуждает нас. Побуждает в нас наше духовное естество. Нашу настоящую природу. Наши настоящие законы, какими мы созданы. Поэтому шофар, это корень слова шапер, да. Шин, пей, рэч, это исправлять. И шапер. Наверное, есть на словах шапер, это добро. Мара говорит, шапер, кеомард. Хорошо ты сказал. Очень хорошая, глубокая идея. Это там спор идет с мудрецами. Кто-то что-то говорит, а он говорит, шапер, кеомард. Сказал глубокую вещь, по сути, да. То есть в шофаре есть навек на исправление, есть на суть. Сам шофар сделан из естественного материала, природного. То есть вернуться к себе настоящим оригиналом. То, как мы созданы. Не то, как у нас дизайнировали современные дизайнеры культуры, моды, идеологии и так далее. А то, как все выше нас создал. И я выбираю себя не сегодняшнюю. Я говорю, секунду, то, как я сегодня буду, это не я. Я настоящий, то, как я буду выглядеть, то, как я вот меня показывают здесь, да. Я еще к этому не пришел. Я могу уйти к этому. Но я ни в коем случае не смиряюсь с тем, кто, как я есть сегодня. У меня есть много добра, есть недостатки. Но я хочу быть таким, я иду туда. Секунду, тогда невозможно такого человека судить. Ведь он и не выбирает, что он остался в этой позиции. Да, он в процессе. Он говорит, то, что ты видишь меня сегодня, Сатан, в недостатке, это не мой финальный результат. Я не выбираю это. Это часть процесса. Как ребенок, который рождается. Первые полгода он... Мы же не можем судить по первые полгода жизни ребенка, младенца, о его будущем жизни. Смотри, какой паразит у нас растет в семье. Орет, кричит, ест, обделывается все время там и так далее. Мешает, в 3 часа ночи кричит 3 раза, мешает спать. Все, нет. Это же просто хамасник какой-нибудь, не дай богу, да, лягкий и так далее. Это же, кто так думает про ребенку, да, это же ненормально. Ты понимаешь, что это процесс, и есть этап в этом процессе. И он придет к своему совершенству. Да, ну, скажешь, человек, который не видел детей, да, вот, кажется, он может подумать, что это всю жизнь будет так делать. Что, ой же, террорист какой-то, смотри, в каждые 3 часа он должен есть там, да, и только просит, ничего не даст замен, спасибо не говорит. Все, что делаешь, ему недостаточно, и кричит все время. Ой-ой-ой-ой. Нет, так и здесь, мы говорим, секунду-секунду, не смотри на меня настоящего. Я в процессе, я развиваюсь. Я хочу быть таким, я иду туда, да. То есть, получается, сама заповедь, шофар нас к этому пробуждает. И вторая вещь, мы трубим много раз. Мы показываем, что замоведи, законы духовные наши, они нам любимы. Это то, что мы любим в самом деле. Мы не один, не два, не три раза сто раз трубим. У нас есть сомнения, мы настолько любим замоведь, мы настолько хотим выйти из любого сомнения, чтобы в любом случае сделать все возможное, чтобы замоведь исполнить. Будем трубить настолько много в нее, в этот шофар сто раз, чтобы, да, чтобы ты видел, что это для нас главное, мы это любим. Получается, само трубление, сам шофар нас пробуждает к естеству. И наши сомнения, которые возникнут, когда то есть сомнения, ну, протрубили один раз, в принципе, можно положить это мнение, там, да. Нет, сто раз будем трубить, и так, и сядут, и в таком порядке, и в таком порядке, и в этом порядке, и так, и так, чтобы все возможности это сделать, да, то есть, мы с вами любимы, мы показываем, что заповеди, они нам любимы. И тем самым мы меняем свой выбор, мы говорим, что мы настоящие, это мы там, мы все уже. А я сегодня, это процесс к этому, стоит сатан, он не может нас приговорить. Секунду, я хотел сказать, что вот этот человек, но это не он, он говорит, что я, это не я. Я только, может быть, сегодня так я выгляжу, но я не останавливаюсь секундой в процессе. В секунду, я в процессе, я, во-первых, выбираю быть там, так я иду туда. Он путается, он пришел с докладом, говорит, вот, смотрите, фотография, вот этот преступник, вот. Оказывается, что это вообще не он, да, вот, поэтому интересно, что Рамова там приходит, приводит в законах Чувы, да, один из примеров, что человек, там, изменил себе имя, там, и так далее, то есть не нужно имя себя менять, да, а меняется в виду, что человек поменял свою суть, то есть идея Чувы, я изменяюсь, да, и поэтому такое наше поведение, да, такое наше решение, это путает сатана, ему некого приговаривать. Поэтому смотрите еще раз на наш 13-й источник, да, снова этот же Талмуд, Раби, 13-й источник, да, голос Талмуд разделал Рошана, Раби Царх сказал, почему трубим сидя и стоя, чтобы запутать сатана. Раша дальше будет в 14-м источнике, когда сатан видит, что Исраиль, народ Израиля, любит заповеди, то затыкаются его претензии, он же предстоит, что я люблю этот мир, деньги, почет, там, убийства, награбленные, развраты и так далее, а народ Израиль говорит, нет, мы любим заповеди, сто раз то убим, смотри, здесь небольшое сомнение, мы целый день им занимаемся, вау, какая у вас любовь, у него затыкаются претензии, он подготовил приговор, а на суде кажется, что некому его предъявить, это не я вообще, да, поэтому, дав заслугу шафара, мы пробуждаемся, изменяемся, да, и трудимся только раз, тем самым путаем сатан, но, то есть имеется в виду, другими словами, мы не говорим, что я сегодняшний, я вот все, это я уже, да, я там шутку говорю, иногда, что тебе, как говорят, допустим, там, не знаю, раньше было принято празднование на рождении, чего говорят, там, на рождении, там, да, в прошлом, говорят, оставайся такой, как ты есть и меняйся, это же проклятие, это же проклятие, как можно проклятие, чтобы он был таким, вот, смотрите, а может быть, или там, встречаешься, что людей, там, через 10 лет тебя не видели, 10-15 лет, тебе говорят, слушай, ты вообще не изменился, а, я вообще не изменился, ой, какой ужас, да, там, нужно срочно убежать, меняться, если это по внешности, говорят, что ты не постарел, то это еще нормально, да, значит, не имею в виду, что ты не изменился в своей сути, ой, 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 10 лет прошло, чем ты не изменился, остался, я помню, я начал никогда делать чиву, еще вот до того, как приехал в Израиль, там, в Украине, только первые шаги, я вдруг понял, что окружающие мне люди, которым уже 40, 50, 60, 70 лет, там, и так далее, разных возрастов, они с момента, когда они возрастали, стали подростками, 16-летними, до 90 своих лет, неважно, какого возраста, веришь, они, по сути, не изменились, только, хочешь, не маленькую машинку, а большую, не одну, а две, там, не одну квартиру, а 10 квартир, там, не 10 гривен, а тысячу, там, миллионов долларов, там, не знаю, там, очень так дэ, то есть, суть, по сути, ничего не изменило, человек, а его отношение к жизни, к тайне жизни, к загадке жизни, к смыслу жизни, к себе, к происходящему, к замыслу всего творения, вообще-то интересует, он как ел, так ест, только раньше он ел банан, для ребенка было пиком, по-моему, в Украине, это было, да, там, значит, бананы появились, тогда было пиком сладости, банан, там, люди покупали банан, да, потом вырос, там, он уже, там, в ресторан хочет ходить, это же то же самое, только количество изменилось, по сути, ничего не изменилось, но как был вот этим, жорой, там, не знаю, животным, так и остался, да, этот, рецептор на языке, это пик его жизни, да, там, для этого он работает, и так далее, раньше он отдыхал, там, на речке, теперь он ездит за границу, так далее, ну, без Эдер, в чем разница, отношение к жизни не поменялось, я думаю, у меня так ужаснуло, я смотрю, был молодой парень, мне было 18-19 лет, я смотрю, думаю, живут у меня люди, которые за всю свою жизнь, там, 16-летнего возраста, вывезти, на свое мировоззрение не поменяли, у них количество, много чего в жизни произошло, там, знаний добавят, по сути, отношения, что есть мир, что здесь делать, нет, это огромный супермаркет, и если ты можешь украсть здесь, а не купить вещи, то лучше всего, поэтому, да, и все, все очень понятно, я помню, я пришел на Холмейер, на первый урок здесь, был месяц с Илюлю, как раз, был урок про ЧУУ, я помню, это был такой переворот для меня, я вдруг понял, что это место, в котором за один день я в мыслях, в взгляде, там, в идее, настолько изменился, там, решил измениться, по крайней мере, да, решил там продвинуться, что я 20 лет, такого скачка у меня не было, да, там, то есть человек учится по-настоящему в Вишине, может каждый день, и не раз проходить росты такие, то неограниченно, для душа неограниченно, ты можешь все время изменяться, шафар, лишь топер, улучшаться, возвышаться, каждую секунду, если, для этого тяжело работать, да, но, в принципе, если не спать, не дремать здесь, да, то можно каждую секунду подниматься на ступень, что завтрашнее, предыдущая ступень, и вчерашняя, тебе кажется, что она уже, а как я вчера мог так думать вообще, да, там, мне было жутко странно, люди живут 60 лет в одном, как бы, взгляд на мир, не менялся, только количество менялся, количество тряпок в шкафу, там, поменялось, там, количество, там, я не знаю, там, я не знаю, там, пластиков, там, телефон был, там, с кнопочками, тебе без кнопочек стало, ну, быстро я там, а по сути, что изменилось? Ничего, хуже еще стало, да, ведь раньше, скажем, моя бабушка, там, ей нужно было провести серию уроков, чтобы научить ее пользоваться мобильным телефоном, который появился, потому что, когда они крутили этот диск, да, потом это, сегодня берет ребенок телефон, и пожилой человек, и оба с 2 секунды им пользуются, то есть, настолько уровень съехал, что сегодня они на 2 уровня, да, все, и разница 80 лет, оба с 2 секунды уже имеют им пользоваться, там, да, настолько все стало примитивно, да, там, не всегда технология, она, да, человек, там, пишет смс, куда нужно, нужно было свои мысли сжать до 160 символов, сегодня эти мышцы сжались до смайликов, все, как бы, там, он говорит смайликами, да, так, 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 поговорили, там, человек в Ешиве, да, человек должен, там, читать ТОС, вот, или там, Равкука изучать, предложение в 20 строчек, он через 2-3 слова уже забыл, о чем, что спросили, что ответили, потерял уже мысли, он уже все, он уже не может, поэтому посмотрите, наш последний источник, Рамбан, 15-й источник, Рамбан говорит так, законы Чувы, 3-я глава, 4-я Аллаха, хотя повеление отрубить в шофар, в рог, в шофар, вместо написано, да, в рожь и шана, это воля Всевышнего, то есть, да, это заводит, приказ Всевышнего, не нужно искать смысла, да, то есть, нет то, что нет смысла, но мы исполняем желание Всевышнего, потому что Он нам приказал, да, не, мы должны это понять, и создать, но наше знание, оно не причина этого, и поэтому не нуждается в дополнительном основании, но оно содержит в себе намек, да, ведь Всевышнего, в заповеди, да, чтобы мы в итоге их поняли, насколько это возможно, да, они, может быть, не всю их глубину, насколько это возможно, есть здесь намек, какой намек, то есть, рамбом, эээ, отрывок из пророчества, да, пророка, трубный звук, как бы зовет, встаньте от сна своего, пробудитесь от дремоты своей, обдумайте свои поступки, вернитесь ко Всевышнему, с раскаянием, вспомните о Творце вашем, вы, забывшие об истине в повседневной суете, погруженный весь год в читу и бессмыслицу, который не приносит пользы и спасения, позаботьтесь о душах ваших, исправьте поступки и деяния ваши, и доставит каждый из вас свой грешный путь и замысел недобрый, там еще и предложение на все, то есть, да, Рама говорит, здесь законы хочу вы, что Рамшафар намекает на это пробуждение, да, проснуться, этот мир, как спячка, то есть, мы, когда идем спать, Всевышний так устроил мир, что, да, что мы должны спать, да, и во время сна у нас, мы еще погремли, там, ближе к Сукоту, да, наша свобода выбора, наши мозги, наш разум, он не работает, мы отключены, говорит, Рамбам, пророк это говорит, да, ты в этом мире, ты спящий, шофар раз в год должен нас пробудить от этого литургического сна, чтобы мы вспомнили, кто мы есть на самом деле, и тогда есть шанс, чтобы мы продолжим немножко бодрствовать, а тот человек в этом мире, он спит, как бы, да, он заснул, он пожил 60 лет, 70 лет, 100 лет, и не изменился, люди иногда думают, что Адам жил там 900 лет, конечно, если это наша сегодняшняя жизнь, человек через 100 лет уже попробовал все, все извращения, все преступления, все, все соблазны, поездил, все, 900 лет, это же мучение, то есть, если мы представляем себе жизнь, как на сегодняшних, только 900 лет, то это же мучение жить, скукота, люди там, уже там, через 20 лет уже им скучно в жизни в этом мире, папа, мне скучно, сегодня самая популярная фраза, где те в Израиле, Абам и Шамимли, папа, мне скучно, ну, займись чем, да, зачем уже заняться, вырос напротив тембельвизора, да, и с этим смартофоном, да, это смартут, это тряпка, да, смартофоном, и все, он какая у него уже, все, он парализован уже духовно, инвалид духовно, все, он уже, да, папа купил ребенка на дне рождения, на 3 года смартфон, убил ребенка, все, растет, человек уходит в ритрагическом сне, мумия, зомби, да, он не думает уже, он отключен, он все время там и так далее, нет, говорит, нужен шофар, проснуться, пробудиться, поэтому, когда мы пробуждаемся через шофар, вспоминаем, кто мы есть на самом деле, выбираем в Роша Шана, это не искусственно, такое, как сказать, представление такое театральное, что мы Бога обдуриваем, да, сатанно путаем, мы выбираем в Роша Шана действительно быть настоящими, мы целый год не настоящие, в Роша Шана выбираем быть настоящими, мы читаем молитвы, изучаем молитвы, до молитвы, потом их молимся, мы видим, о чем там говорится, да, и мы действительно этого хотим, ощущаем эти вещи выбираем это брошена мы 1 году мы настоящий потом с этим впечатлением от встречи с самими настоящими выбора что я я настоящий это там они тот кто сейчас здесь находится да то в итоге так проходим целый год тоже помощи кто посмотрит увидит что молитва идея молитвы в течение года она продолжение только более уже развернута молитвы в рожьей шана из много элементов в нашей молитве повседневной что что они часть они они продолжение принципа молитвы рожьей шана а молитвы рожьей шана когда сегодня пророчества и нет храма она переводит на язык пророческие и доступны человеку то духовное возмущение которое проследили в рожьей шана когда когда был храм там и то что на самом деле не происходит может мы это не ощущаем да и молита немножко помогает к этому прийти зео поэтому роман говорит простите встаньте от своего сна мы все спящие то я желаю всем мои проснуться поэтому проснуться не очень легко все знают что утром проснуться нелегко победить одеяло это нужно быть олимпийским чемпионом чтобы положить его на лопатки да быть сверху одеяло не под ним и даже сверху одеяло еще не факт что ты встанешь потому что да лето сверху одеяло ты можешь продолжать спать еще да поэтому нам нужен целый месяц тренировок трубление чтобы мы проснулись да как будильник который ты трубит тебе за будильник ты его ставишь на этот на повтору на уже два часа уже или встали или спи да не на повтор каждые пять минут поэтому еще фармы по ашкенадскому обычаю трубили целый месяц да хотя западе только в роща шана чтобы наверно проснуться чтобы в роща нам наконец-то проснулись уже после месяца трубление да и тогда услышали да встретились самими настоящими тогда сатан смотрит секунду я пришел здесь мне приговорить это не эти люди они они выбирают что они что-то другое это другой человек и другой мир другой народ я не знаю кого судить секунду в секунду я должен и можно апелляцию перенести слушание на следующий год то говорит а ведь как чтобы запутать сатана трубим шофарм из рата всем шана тува